Доброе время суток, у меня тут утро, здесь птички поют. Погода прекрасная, но речь на об этом. Последнее время я стал поливаться больше Яндекс.Зеном. И мне там понравилось, реально там. И алгоритмы лучше работают, нежели на ютубе. Рекомендованные подаются ролики, не всякие там баттлы с гнойным, которые мне достали. Вновремя они просто вываливались, всякая фигня. Вот, а там ты смотришь тематику, а то и тебе показывают, интересно. Там можно не только смотреть, но и читать тексты, фотографии. Также выкладывать. Поэтому пока я не окончательно перехожу на Яндекс.Зен, буду, так как многие уже перешли на эту площадку, блокеры, которых я смотрю, вот их я буду смотреть уже на Яндекс.Зене, на остальных я пока буду смотреть на ютубе. Кто не переключился, не перешел. Ну, в дальнейшем планирую вообще завязать с ютубом. Мне кажется, он себя изжил с ютуб. И Яндекс.Зен там более такой приятный интерфейс, особенно под мою тематику. На ютубе буду выкладывать, ну, такое. Сначала на Яндекс.Зен, а потом, может быть, по инерции еще буду выкладывать пока на ютуб. Так что всем рекомендую именно Яндекс.Зен, не свой канал, это уже ваше право. Но ссылку я кинул в описании. Там был не только ролики, но фотографии, даже тексты. Так как на Яндекс.Зен я зарегистрировался еще в 2018 или 2019 году, но именно ради, не ради видеоформата. Видеоформат иногда устраивал и на ютубе. Но ради таких вот больших текстов, фотографий. Потом уже стал видео выкладывать. Со временем они не разрешили. Сначала там не было такой возможности. Была дополнительная площадка Яндекс.Зефир. Я там тоже когда-то был. Потом ее закрыли, к сожалению. Обещали перенести всю информацию на Яндекс.Зен, но почему-то они это не сделали. То есть, заново ролики загружать. Но если кто хочет перейти туда, единственное с ютуба. Единственное, там надо делать перекрестную ссылку с ютуб-канала и на Яндекс.Зен. Точнее, не на ютубе. На Яндекс.Зен сделать, на Яндекс.Зене, на ютуб-канал. Чтобы они не заблокировали по авторским правам. Потому что у меня уже такое было. Так как они, видимо, как-то ролики отследили, что они есть на ютубе. И написали, что нарушение авторских прав. Я потом доказывал, что это авторское. Точнее, не мой даже канал, а детский. Старые детские ролики выкладывались. И было указано, что в ленте отражаться не будут, только в ленте у подписчиков. Ну, это не особо интересно. Поэтому немножко поспорили с Яндекс.Зеном. Но они быстро, где-то на первый день они описали проблему, как ее решить. Мы решили, указали все. Они сказали, что будут проводить проверку в течение двух недель. Ну, дня через два уже все разрешили. Написали, что да, контент соответствует. Все правильно. Некоторые приходят на роттуб, но на роттубе мне что-то пока не нравится. Это тоже есть, но так... Редко-редко что-то выкладываю. И ничего там не смотрю. Поэтому мне не нравится. Уже если пользуешься площадкой, то не только как что-то выкладывать, но и как зритель. А на Яндекс.Зене вполне там они и алгоритмы сейчас настроили. Интерфейс и творческую студию выучают с каждым... Каждый день, конечно, с каждым месяцем. Через месяцем что-нибудь новое выводят. Вот такой нестандартный ролик. Жалко, конечно, оставаться с ютубом. Там как бы уже привык, обжился. И они рекомендованы выдавить не то, что я хочу почему-то. То, что я выкладываю, стараюсь, они как-то не ранжируются, как это называется. А то, что просто выложил необработанную, так, или что-нибудь скрипал, опа, просмотры идут. Мне это не нравится. На Яндекс.Зене, конечно, подписчикам будет намного меньше. Сейчас у меня почти 10 тысяч. Куда-то наклепались, не знаю. А на Яндекс.Зене там пока 228 или сколько там. Не знаю, может меньше, может больше. Не каждый день смотрю туда. Но выкладываю там постоянно. Такая информация у меня просто море. Считай. 300 гигабайт. Даже более, да. Ну, ещё на телефоне. Надо вот эту птичку заснять. Ладно, всё. Всем прощаюсь. До встречи на Яндекс.Зене. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова